Представители общественной организации «Народный фронт» доставили в Краснолуч продуктовые наборы для людей с ограниченными физическими возможностями. Это целевая помощь для краснолучан, которые передвигаются на инвалидных колясках. Наш друг, руководитель Республиканского союза инвалидов Луганщины Сергей Морозов, сделал заявку для людей, инвалидов первой группы, это инвалиды-колясочники, которые нуждаются непосредственно в помощи. Поэтому по заявке мы отработали и привезли 180 гуманитарных продуктовых наборов. Это сахар, мука, гречка, рис, кондитерские масла. Все самое необходимое. По словам руководителя общественной организации Республиканский союз инвалидов Луганщины, совместно с УТС СЗН будет организована работа по информированию инвалидов-колясочников и выдаче каждому из них продуктового набора. Также представители Народного фронта привезли в качестве гуманитарной помощи техническое средство реабилитации. «У нас была заявка на широкую коляску, которая не обеспечивает людей такими именно очень широкими. Крупная женщина попала в сложную ситуацию, попросили у нас именно 60 сантиметров в ширину коляски, потому что там 40, она естественно не поместится. Вот сегодня нам ее привезли, мы ее найдем и передадим ей». Это и является основной задачей Республиканского союза инвалидов Луганщины – помощь людям с ограниченными физическими возможностями, рассказал руководитель организации. «У нас политика организации помогать лицам, которые передвигаются на коляске, интегрировать их в общество, независимо от того, являются они членами организации, не являются членами организации. Мы хотим, чтобы законодательство работало на лиц с инвалидностью, которые в колясках». Интеграция инвалидов в общество в основном, поддержка их, консультации, юридические, психологическая помощь будут развиваться у нас на этом фоне. У нас еще работает пункт проката технических средств реабилитации для лиц, которые не успели еще оформить инвалидность. И мы во временное пользование бесплатно даем коляски, ходунки, костыли, санитарные стулья, туалеты и ремонт технических средств реабилитации оказываем тоже бесплатно. Поэтому, если кому нужно, человек попал в ситуацию, уже необходима ему инвалидная коляска для передвижения, пока он не оформил группу инвалидности, и ему не выдало государство это техническое средство для передвижения, мы обеспечим бесплатно, во временное пользование, пока человек не оформит себе это все документально и не получит обеспечения от государства. Прокат технических средств реабилитации предоставляется не только лицам с инвалидностью, но и гражданам, получившим травму и нуждающимся в костылях или ходунках. Пункт проката находится в здании бывшего комбината «Донбасс-Антрацит», кабинет 104. Новости телеканала «Луч». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова